Ну что там? Талибы, да, наступают, слышишь? Негазинде бізге ол қауіпті деулейм. Себебі бізді аймақ Орт-Азия бәріне бір-бірден, бір-бірден өте қатты тәуелдіміз, және байланысқамыз. Да. Бізде айталтады ол неге тәжікпен қырғызстанға жылсайын 100 миллионда бақша береміз дегендей. Негізінде жаман перспективы да, егер де баң талип тәргелетін болса, әрбір жерге. Жаман сценарий да? Да, жаман сценарий елі сететін болсақ. Жаман сценарий это не только қазақ хандыға, это еще и вот это вот. Вот. Сәйкесінше, одаңда сол 100 миллионын беріп, өздерің баңағы жамайтын жерлерің баңағы жамап, тисіктерің бәрің бітеп, солай аймақты бір қауіпсізден діретін болсақ, мен оған оған өкей ғарайым негізінде, қарсы месіпін. Вообще интересно, талибы, да, их как будто не то, что демонизируют. Просто для людей талибы, это все равно, что ИГИЛ. Но это же не так, по идее. Да, типа такого, типа эти работают по наркотикам, эти больше по этим. И обе организации запрещены на территории Республики Казахстан. Ну вообще, если посмотреть, да, у талибов, у них цель вот именно Афганистан, да, они не хотят, в отличие от ИГИЛа, да, Организация запрещенная на территории Республики Казахстан. Пучков. Пучков, вы какой-то мастер? Я. Малолетние дебилы. Скажи что-нибудь пучковский, да? Малолетние дебилы. В общем, у них нет цели такого глобального ислама, создания халифата и так далее. В их рядах в основном вот пуштуны, причем пуштуны определенных вполне племен. И у них вопрос вот чисто Исламский Эмират Афганистан. То есть, когда вы скажете, я поехал в Эмираты, пожалуйста, уточняйте. Эмираты тоже бывают разные. Пуштувари деген дебилесен бе? Если беден? Да, Пуштувари ол... Пакистан мен Ауғанстанда губекен. Ол моральный кодекс, да? То есть, у них 7-6 жасар улыбаланы жыныстық қатынасқа мәжбүрлейдеген. Что? Да. 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 Бед триппл комедия LGBT Amsterdam. Бед триппл комедия полмасаболу. А я вас кадам деньгин. Эйл, в засөму pagan біздзе бізге семнам warm улыбай қатынасқа племен біздеген 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 білі дешеген біздегенrin. Это страшная тема И страшная традиция Я недавно посмотрел фильм Бегущий за ветром по Халиду Хосини Боже, знаешь как было? Я читал про Афганистан Как раз вот эти новости подскочили И я говорю жене Жаннам, давай посмотрим Жаннам, ты не поверишь И знаешь, что у меня в голове было? Ажар Афгани и Путин Типа девятая рота, что-нибудь такое посмотреть Она говорит, давай Халиду Хосини А я думал, типа это что-то подобное Альхимик Такие вещи, которые обычно я не читаю Я не осуждаю тех, кто читает Просто не твое? Просто не мое И как мы посмотрели, боже, у меня такой камень в груди Два дня был после этого Камень? Да Мусорный бак вместо сердца Ну это действительно страшный фильм Страшная на самом деле история Но очень интересно посмотреть Чтобы понять, как вообще в Афганистане дела идут Потому что мы сегодня про Пуштунов говорим Народ основной для Афганистана В Афганистане очень давно Больше, чем наша независимость Не было переписи населения Никто не знает, кто где там живет Сколько людей на самом деле осталось Сколько уехало и так далее Типа біздер сол сапарда болғанда Олара бір борыш ретінде дейді Көбі барлық ауған деймен, ауған деймен, көбіс сүйтіп қабылдай дейді Сосын Күнцейн Күнцейн еден кетпатқанда Бұл емесе, аз көбі барлық ауған деймен Тіл дейтпай қой, ауған деймен, ауған деймен Ауған деймен, ауған деймен Берек деймен, ауған деймен Оған деймен бірде байқалады Сосын барып, түсінгі айналын Зерттемейген, көршілерін де білмейді Кызық Паршылы тілінде сөйлесең ғызем жоқ Дария тілінде сөйлемдейді Тут какой прикол? Надо походу нам Скорей сөйлесеу привыкнуть к тому, что Власть легитимную Сколько нибудь легитимную власть В Афганистане все-таки будут представлять талибы И поэтому уже с ними начинают договариваться А что делать? Себа Халид Хусейни Девасын ол ектерлогайш Девятая рота Низко художественный фильм Такой чисто сыграть на эмоциях Там вот этот вот Баргойнов трейлер Они никогда не знали Что они отправляются в Афганистан Но никто в истории Афганистан не завоевал Я не помню в истории Кто только не завоевал Афганистан Все соседи Начиная там от Ирана Ахимедийского Потом Сасанидского Потом греки Македонцы Потом Сасаниды Потом еще кто-то Потом монголы Потом Тимур Потом Бабур Что вообще Кто только не завоевывал Нормально Здесь нет такого Другое дело Белые не справились Америка 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 Короче Что касается талибов Есть Cool story Так Смотри Советская интервенция в Афганистан Советская оккупация Афганистана Это были одни и те же люди То они начали работать То что умеет делать Советский Союз Что? Депортации Депортации Притом не важно Чужой ли это контингент Чужие ли это Азаматар Своили Или не важно Вот Кстати Перемещение И жестких Вот таких вот Действий По уничтожению Целых сел Очень много Миллионы В основном пуштунов Были вынуждены Убежать из страны На территорию Афганистана Ой Пакистана А получилось так Что пуштуны живут И в Афганистане И в Пакистане В Афганистане Они самые как бы большие Там 44% Судя по всему И там они жили Получается Дети Старики Жены Как мужчины там Воевали в основном Они за эти годы Там Десятилетия Да Жесткого Представь Вот ты воюешь Да У тебя тупо даже нет семьи Которую ты можешь пойти Там иногда С женой поговорить К отцу пойти Да Сказать вот так вот Папа Дети Чтобы смягчить твое сердце Эта война перешла Всякие пределы Гуманизма Да Ты сегодня говорил Красная роза Красная роза Турал Исмесен Блайкен Банага Шурави Савету 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 Шурави Деват Соларды Сутавалганы Банага Сутавалгаты Адии Оларды Наша Курмен Бандракпин Егит Качачитет Конкретно Сумбар Егит Таулік Бои Оган Наша Салып Адам Ауырды Сез Бір жерен Кестен Ауыртыпайды Алафта Анастезия Анастезия Секілді Сауса Колдарынан Бастап Тересін Кесетте Оны Былай Жинай Жинай Береді Иққардын Жинап Көлткен Тересін Рамзи Болтон Пушту Вершин Пушту Вершин И анау Жиналғаны Роза Коқсай Декен Нажерге Наркотик Эффект Секет Коған Адам Айхалей Бастай И Банага Сәвет Даган Банага Сарбазлары Аскерлер Сон Истекенде Олар Аль Айтаватат Безгел Психология Тургадан Жаман Кат Насерет Кенде Безбенде Бол Макан Кангол Сәнерсет Красная Роза Вот И Закончу Про талибов Эти все Молодые Люди Дети Жили В Лагерях Беженцев Пакистане Среди Пушту А Пуштунская Пакистанская Разведка Пакистанская Разведка Она Начала Присматриваться К этому Потому что Это их прямой Сосед Надо что-то делать Плюс еще Подогреваемые Деньгами Запада Они были Что тут признавать Они начали Потихоньку Формировать Из этого Определенные силы Которые позже Могли бы влиять На то Что происходит В Афганистане И в итоге Открыли сеть Медресе И эту сеть Медресе Использовали В итоге Талиб Это что Студент Студент И позже Когда уже Советы ушли Муджахиды Муджахеды Победили Они начали делиться Между собой Начались Все войны Потому что все ожесточились Война очень сильно меняет Социальное Равновесие И там вот были банды Убийства Изнасилования В одном городе Могло быть 8-9 районов Которые там Контролируются Разными Полевыми командирами Тут приходят пуштуны То есть молодые люди Которые здесь Как бы родились Они приходят С знанием ислама С исламскими Какими-то догмами В плане морали Они приходят Установить порядок И типа они там Вешают Насильников Побивают камнями Блудниц Отрезают руки Вора И люди присматриваются Говорят Ну хоть какой-то порядок Окей Нам нравится такое А позже Ну мы все знаем Позже Позже как это превратилось Во что это Вот Если хотите Чуть больше Про Афганистан Есть отличная книга Я не рекламирую Это человек Который у нас был Это большой Очень ученый Из Казахстана Султан Акимбеков Очень заслуженный человек Единственный Наверное Наш гость Нашего подкаста Который имеет собственную страничку Википедии Википедии Да Именно так Тут все что хотите И там Первые И Англо-Афганская война И позже советское Вот это вот наступление И так далее Вот это советское наступление Ты наверное встречаешь Людей Айтпақшы Айтпақшы Біздер бәріміз Нестейміз Көктейм Күзі болғанда Бәріміз дүнгелек Афстарамыз Астаналық болғанда Бізде Етерек басал Басқа Банага обыстарға рағанда Казақ болсаң Орыз болсаң Бай болсаң Кеде болсаң Сегі ауыстарасын Да Мен Неге барам Дүнгелек ауыстарға Остарға Остарға Барып Кезек Зуақ болады Масқара Мен албымда Тоғыз адам болады Менен ген тағыда Он адам болады Кезек Келен деп жатыққанда Бір машина келет Ишіне банаға Телінаш кеген бір жүгіт шығады Бір ата Атамыз 55-тен шығар Мені кезек сіз өткіздіңдер Мені кезек сіз өткіздіңдер Мен сенден үшін соғыс дұн бейді Бірден Көрде барам Тұрпайы түрде Бірақта Менше Совет одағынын Алғанстанға кермені Өткіздің бі? Мен айттым Ол біздің Негізінде біз үшін соғысқын жоқсып Я думаю, что мы не делаем это все хорошие вина, но, у нас у нас есть И что вы думаете, что вы точно говорите, что вы должны брать. Это не оформление, а не оформление. Может быть, не оформленный рисунок. Ваши силы были обеспечены на государство. Мне тоже было много... Мне больше всё равно, когда есть общие с вами. Нужно посетить обязанность непростимого. Главное, обижение на государство. Да, просто обижение. В принципе, когда они говорят, что это был интернациональный долг, мы помогали братскому народу Афганистана и Коммунической партии, ну это же просто бред, у вас были вполне конкретные геополитические задачи на этом фронте. С одной стороны нефтепроводы, с другой стороны набредающую силу Иран и гражданская война в Афганистане, где на вот этом вот фоне сначала правления шахов короля, потом правление Коммунической партии, началась гражданская война, потому что это все не пойдет. И что делать? Давайте так, очень просто, да, кто-то нам говорит, это была помощь, они сами просили, да, они просили до этого отдельные лидеры, но лидер, который просил, чтобы войска вошли, во-первых, это не так делается. Когда войска вошли, что сделали первым делом? Это Хафизула Амин. Амин, да? Хафизула Амин. Нет, Масуд это позже было, это тоже очень колоритный персонаж. Хафизула Амин, что они сделали с ним? А это вот? Советские лидеры, которые признали его власть после переворота, он, короче, коммунист сверх другого коммуниста. Вот обычная традиционная история среди коммунизма, причем убил потом его. Типично для коммуниста, спасибо. Да, они хотели его, именно так, отравить. В собственной ревиденции отравили. Ну, как же это было? Навальный. Афганский пациент. Афганский пациент. Да, только не в клинике Шарите он был, а в клинике Шариат. В общем, самое интересное, что так же, как с Навальным, русские врачи его тогда спасли, потому что они не знали, что его должны были отравить. А позже русский спецназ начинает операцию по его ликвидации. То есть представь ситуацию, что мы живем в какой-то стране, у нас есть президент, и этот президент просит кого-то там, в какую-то другую страну помочь. Эта страна приходит и первым делом, что делает, убивает этого президента самым жестким образом. А потом, блокируя наши вооруженные силы, различные стратегические точки забирая под себя. Генерал Дарт Ультримов. И уничтожает главу генерального штаба. После этого можно говорить, что кто-то пришел помочь? Вы же просто обезглавили страну и пришли, поставили свою марионетку. Как говорится на арабском, та-да-хуль — это интервенция. Это не матершина слова. Та-да-хуль. Да, та-да-хуль — это интервенция. Та-да-хуль — это все случилось. Да. Вот именно так. Даль-о слай. Даль-о слай. Даль-о слай. Я, в общем, тут разговаривал на днях, сам с собой, Дисен, с людьми от сельского хозяйства. И есть мнение по этому поводу. Оно не очень популярно будет. Я просто его выскажу. Смысл в том, что люди говорят, этот падеж скота, падеж скота и то, что они там похудели все и умирают, на самом деле вина самих скотов, вина самих владельцев этого скота. Потому что Мангастау — это вообще регион, где вот такое вот разведение, оно довольно рискованное, и ты когда начинаешь, ты рискуешь всегда. Там всегда не хватает воды, водные ресурсы — там вообще проблема всегда. Потом пастбища истощены. А пастбища надо не просто типа они есть и их едят, надо их возобновлять, потихоньку думать, как с этим работать. Вот. И говорят типа сами виноваты, поэтому странно, что все помогают. Но мен еще блайд, с одной стороны, сейчас выборы Акимов будут, поэтому государство не может игнорировать эту проблему. Да. Это сотский маршал Шарошаулыга, самое основное. Без «мал» дегенде, біз шимизде бірден түртеды, үнеме. «Мал», «ауэл» дегенде. Біз шимизде романтизация бар, адебиаттеримы көбесі бәрі. «Ауэл» деген, абайжол, «ауэл», жартсы «мал» туралы, бана, қара сүзде басайсын, жартсы «мал» мен аллегория. «Мал» это возможно даже… Даже араб сүзінен бір версия бар, «мал» деген сүз бір, ол «ақша» деген сүз. Біздегі «ақшаны» эквиваленты далады бұрында, «мал». Ну, на самом деле, не только у нас, это в принципе и в Риме. Да-да-да. Ну, как тебе сказать, я вот читал что-то, но я как-то несерьезно, видимо, воспринял. Ну, ол, типа немец, арабист немецпен, но я послушаю, ахи. Ахи, ахи, талиб. Да, ну, видишь, как получается, как бұрында, когда, например, государство спасает банки, когда государство спасает ТРЦ, у нас вполне ощутимо настроения очень такие по этому поводу, скажем так, нервозные, нам не нравится. Но когда вот «мал», реально ты сказал, да, это вот казахскую… Это задевает самые сокровенные струны казахской души. Мы, мне кажется, боимся всего этого. Очень страшно видеть, как умирает скот. И какой-то такой архетип сознания, типа, это все очень плохо, надо помогать. Самое интересное, что откуда вот это сено отправляют? Из Туркстанская область, ЮКО, так называемая. Да, то есть там, где, в принципе, с водой также проблемы довольно серьезные. Поэтому надо сказать спасибо, том, что у нас есть какая-то общая казахская солидарность. И многие вещи, пусть не все, но многие вещи для нас общие. И боль общие. Ауыл дегенде, былай, да, біздер бәріміз ауыл үшін, нестейміз, болсамыз, да. Көп нестей, ауыл, ауыл дейміз там, енті тапсыр, ауылдың баллы, енті тапсыр атқанда, оларын үсінен жерма баллы осып берет, енті. А, позитивная дискриминация, ма? Позитивная дискриминация. Ол квота дейд? Квота норм, норм. Бәрі, дұрс, оларды мүмкіндіктер жерк, төмен. Білем, қабылдау, білем, ауыл, нестейде, ролы да, қиынырақтауыда шығар. Бірақта, билайда, мен ауылда тұрдым, білем ауылдың кислерінің бізде көшелер болған, бұл, бұл. Адамдар өздері көз қалғықсы келмейді, пететті жалықсы келмейді, ары жалықсы келмейді, ортақ нәрсені, ондап берін өзін бірін. Адамын қоймонесе өзің шаруасы мен басыға түррді, қатсы жоқ, мен білетін ауылдар. Сон, ойлап койам, мүмкін өздері қаламайтын шығар олара көмесікен деп ойтуаттамен, Норм, мне кажется, по-любому норме есть, потому что есть с чем сравнивать. То есть, если в аулах нет воды, газа, электричества местами, если нет к нему дороги, если его каждую весну затапливают... Почти берега отродан любой аулный. То это же нехорошо. Если нет воды, о какой гигиене можно говорить? Гигиена, егэстэк, малчаорожных. Берегу, блядь, субу масса берега. Поэтому здесь вот... Знаешь, когда говорят про аул, мне кажется, здесь есть момент такой, правильно сказать, наверное, лицемерие. Вот с точки зрения широких масс, типа, да, аул там... Хазахтунк ели бисегэ, анаумунау, короче, без бярмис, аулданьшкетты, короче, и так далее. Но на самом деле всем плевать на аул. Аул умирает, задыхается, там последнюю морковку доедают без соли, скажем так. Ну, всем до этого дела нет. Но когда картофель становится, там, 600 сенге, тогда вот начинается говорить. Но по сути, да, никто не хочет в аул ехать, даже там супер вот этими надбавками. Можно люди тоже понять, что там делать. Но тем не менее. И это вот большая трагедия. Потому что часть аулов, вообще их быть как будто не должно. Да, это вот есть колхозы, бывшие, которые были созданы в Советском Союзе. Их экономическая, скажем так, не рентабельность даже, а целесообразность их нахождения, она минимальная. Практически нулевая, даже отрицательная. Вот, поэтому с ауловым тяжело. Но об ауле вспоминают люди, когда приходит хорбанайт. В этом году у нас хорбанайт совсем скоро. Ну, наверное. Ну, наверное. Тоқтын аласын, жақсы, едет жұмсақ, адемедіп. Бірақ та, маған, намайтын негізінде, ультүргендей, ультүржолыма, ультүретін жерыма, бәр маған ассеритет, анам көресің ғо? Антисанитария. Но ты где, например, эжер? Адетте, Астанада тұрватқасын, біздер жеренде, уйымыз жоқ. Андай, жерей деген 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 деген, біздер, бірақ, Саракова станция деген бар, сон аржаға. О, прям туда деген? Да, сол жақта жамбыл жабай, в көше сөздеймші, адаспазым, сол жері үлкен не бар, екен мал құрасы бар, сол жерін тандап, өзің кесіп берет бауыздап, ақшасын турист. Маған антисанитария намайты, осын бар, мал мен өте қылатсын бар. Масилип беретін бауздайтын дыүңіндарғағағағағағыз өздейміндік, он аратғағағы үлкені. По идее, по этому поводу есть исламское мнение. Оно даже не мнение, а это правило. Нельзя, чтобы животное было больное, надо, чтобы одно животное ждет, как убивают другого. Но это на самом деле, это вещь, это слоттери, да? Слоттери хаус, это просто месобойня, где вот так вот в ряд ложат людей, берію баранов, и тупо режут, и кровь одного на другом, одного на другом. Это настолько несвойственно тому, что люди вкладывают в это. Вот, а это да, обзади, Новый год, харам. Не мусульманский праздник. Дед Мороз, баран. Дед Мороз, баран, да, и все эти вещи. Дед Мороз, баран и халамбайрам. В общем, Новый год, харам, и типа не празднуйте. Но давайте будем честны, в Новый год мы видим кругом скидки, все там дешевеет, покупаем и так далее. Ну, это для потребителя хорошо. Курбанайт занюханная тоқта, которая 35 тысяч ей цена в красный день, она там 50 стоит. Все. Видимо, для некоторых людей законы капитализма и быстрая наживость, видимо, важнее, чем законы бога. Ну, это же как раз надо, вот, это же интересно, надо понимать, надо понимать, что хурбанайт для людей, у которых есть скот, которые разводят его и продают, это хороший праздник, потому что в этот день придут и железно возьмут. Зачем поднимать? Зачем брантаратат? Я тебе так скажу, я в последние два года уже не режу бараны. Я для себя решил, что в моей семье так не будет. Я отправляю там примерно стоимость барана на Каспий, не буду говорить, как и что, это не красиво. Да, я просто делаю, как садахая. Какая разница? В этот день рынок вообще Перенасыщен. Вся основа насыщена баранами. В эти детские дома везут баранов, они где там остаются, там даже места нету. Да, туда баранов, туда баранов. Ну, что с ними делать? Не лучше ли, тем более сейчас у нас скоро учебный год, не лучше ли подарить деньги, которые могут быть использованы, как купить там школьную форму, рюкзаки. В конце концов, мясо можно купить за деньги. Мал кесетен джерке, мал, бауза етен джерке баранын гейн. Көбінесе, а не, аяушылық пайда болды, жа, малға деген. Көбінесе, едтен арламба деген, ойлар келеда, вегетарианский, бірақта, эйге келген деген сферин сорпасы тұрады. Уйткенде, Алматыта пәтер деген бірнеге барын. Вечеринка дег, рейф. Ол жерде пәтерге дымда қатыс жоқ, көнгой жерейдің ауласында болатын бір не екен. Қазақтың пәтері қойынды? Да, Қазақтың пәтері ол жерей. Сол жерде, бір үш жүзге жуық адам, ковид-ке қарамағасынан бәріміз жиналдық. Ол, банаға, адамдарын ішінде өзім барын мойын дайым, мойын дайым. Көбінесе, консерты үш-шыз, қарамаға тұраға үш қарамаға тұраға керек болды. Адамдары тұратын, төрімдік болған жүқ, ол жерде өзіміздің ұтандық әртістер, көбінесе, банаға, шыза, шымкен тайтадын, — Эй, Вера, Харабул, Хабхарыш, Мкен. — Гол был, енглік был. — Кока-кола. — Да, топ-топ. — Вот песня как будто бессмысла, но как они стелят? Какой флоу? Слушать? — Керамет керегет пейм, керамет керегет пейм. — Насколько это круто? — Адема. — Ты тупо, ну, я хотел сказать, карди-би, конечно, но это неправильно сравнивать. — Да, в жизни было сеймого в жизни. — Какой фото? — Да, сахна был сеймого в жизни. Образ, да, я не говорил. В жизни, сеймого в жизни был сеймого. Насколько лет лет. — Значит, обычно сеймого в жизни были сеймого в жизни? — Да, да. — Я в жизни себя имею в виду стиль. — Какая фото? — Я не знаю. Я знаю только по скандалам, бро, только по скандалам знаете. Круто, что женщины тоже представлены не в типичных женских ролях, а что-то новое. Но мы с женой, а я не знаю, что женщины, но я хочу сказать, что женщины в индустрии. Там Хантар, Самал. Арт Айка. У меня там еще 4 композиции. Жанель, Коко Жанель. Андерграунд. Жақында рэперка деген сөз болады феминитив. Ты знаешь, что у Кіргизов первый феминитив в 19 веке был? Это был Курманжан датка. Рэперка. Я не знаю. Белгий. Я не могу сказать, что я не могу сказать, но я не могу сказать позитив. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Афторка, сценаристка. Афторка? Можно ли это? Я не могу сказать. Я не могу сказать, что это социология. Замер жасағанды. Сен бір ульши сон. Но нарықтың пайызын айел-адам алу отыр. Ал, например, сен бөлек сценаристка, авторка деп бөлетін болсан, он оңайрақ болады, оларын жұмыстарын бақылау, оларды біздейдет оға жеревенческий дитта, қыздардың нелері, атитюд, бірақ та менше, мен таңытын адамдарды Өте көпісі негізінде жұмысша сақсы келетін, мен таңытын ортада, әйел-адамдарды. Сәйкесінші мен айталмасадым, олар бір жеке болянып, бір ақша көзіне болянып, күйі арқылы немесе, тағы бір арқылы өмір сүргісі келетін, өздерін тәуелсіз сезіңгісі келетін қыздар көпінесе. Майам бұлай көрінетті, бәне замерге осыларының нелері кірмейді, еңбектері себебі, олардың бәрі еркектері ұпайына осылып біздетін. Қазақ тілде сондай проблемі жоқ. Ол ғы? Ол ғы? Хи-ши! Ей мұғалім, ол мұғалім. Мұғалім, е. Оқытушы болсын. Оқытушы? Оқытушы, окей. И все. Абай ментор, Мағжан Жумабаев ақын, Абай алтын сарын оқытушы. Ол ғы? Ол ғы? Как тебе такое?